всем привет и ты попал на канал вилка а это значит что нужно ли себе чем взять печеньки и готовится к лучшему времяпрепреждению за день а мы продолжаем с тобой смотреть обан звездные гонки это 12 серия прошлый раз прошлой серии как ты видишь мы вот это вот проиграли опять сейчас опять какая-то гонка будет уже все шансов нет вот теперь точно если поражение то поражение навсегда передаем привет зефиру за поддержку аналога за донаты за благодарим все его за то что это видео выходит сети реакции по оба ну выходит соответственно все говорим и пишем и соответственно спасибо спасибо все досмотрим тяжелые воспоминания я считала что спирит виноват в гибели моей матери в последней гонке и я не знала как отомстить ему но я ошиблась спирит был со всеми виноват это был несчастный случай к тому же я узнала еще кое-что возможность аватара безграничны он исполнит желание победителя любое очень смешно мама просто так показали забавно и типа его голову сзади типа черно-белый 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 я подумал ну это просто у меня шутка такая я подумал у него родители зебры совместно с кэл филд бейкер бандай вижу франц 3 представляю обан звездные гонки типа едем на лошади скачем сценарий продюсер севин гитман это если бы мы участвовали в этих выпусках эйфель а 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 Продолжение следует... Надо побеждать, Гарри. Победим в будущем, когда-нибудь. И это очень опасно. Интересно, а Рик почему всегда без одежды ходит? Ему жаско. Ему не хватило. Неужели я смогу вернуть тебя обратно, мама? И все будет опять, как было когда-то. Как хочется, чтобы ты была со мной. За ночь? Меня радует твой оптимизм, но надежды мало. Почему они не возьмут какого-нибудь жука? Они не умеют управляться жуками. Как бы в этой большой поломке, как и мой виноват, так и наш черный друг. Зачем он решил ей в гонке это все рассказать? Надо до гонки, после гонки. Тоже интерес. Взял, обзор весь сократил. Такой, конечно, дурачок. Улетел бы. И он выиграл за то. Любыми способами. Но он не хотел так, как это он... Его не было этой целью разрушить. Он просто хотел ей сказать, а все остальное случилось из-за недопонимания. Он, может быть, ждал, когда он это скажет. Совесть свою очистит. Так надо было до гонки тогда хотя бы. Скажи, ты нашел что-нибудь? Я вот подумал, если бы это аниме снималось где-то в России, например, то, короче, знаешь, как бы разворачивался сюжет. Молли бы пробежала к Дону Вэй и сказала, Дон Вэй, я ваша дочь. Он такой, нет. Сначала тест от СОНС. ДНК. ДНК, да. И вот это... И началось бы они 20 серий, мы, короче, тест ДНК проверяли. Может быть, так и будет. А что ты знаешь? Нет. Пару алюминиевых пластин. Немного моторной жидкости. И еще кое-что. А ты? Ничего. Не, ну ты как бы больше бесполезнее, чем он. А как они поняли, что это люди... Это с земли. Ну, собственно. Друзья. Они же их не видели. Они же обычно только там под капотом машины ковырять. Ну, как бы людей узнали. Раз у людей. Ну ладно. Предположим. Манда, которая унизила нас перед лицом наших сограждан. Да, наверное, это мы. И вы думаете, что можете разгуливать здесь, как будто ничего не случилось? Сейчас будет танцевальный баттл. Мы просто ищем... Ладно, мы сейчас же уйдем. Ничего. Нет уж, погодите, ребята. Вы думаете, у скрабов нет гордости? Верно ведь? А... Так и думаем. Вы слишком нервные люди земли. В этом все дело. Так, бежим. Эй. Не, ну проиграли и проиграли. Мало того, что проиграли, просто проиграли. Так они еще проиграли, когда им заспад суживали. Угу. Так что вообще ноль претензий. Оставьте нас! Стэн! Ну как-то не опасно, Стэн. Кто-то назвал? Подождите, дружочки. Не надо их пока есть. Ну, люди, что скажете в свое оправдание? Простите нас. Мы не хотели вам плохого. Наш звездный корабль разбился, и мы ищем для него запчасти. Вот и все. Ммм. Запчасти! С ума сошли? Это же Алвас. Мы еще не умеем добывать огонь. По-моему, есть вариант. А? Эй, Флинт, о чем ты говоришь? Мы не собираемся побогать им. Я запрещаю тебе. А? Неужели не понял, что это наш шанс? Если команда попадет на обан, то это значит, что мы проиграли лучшим из лучших. А? Конечно, мы проиграем. Типа... Ой, нифига. Типа, как оправдать свое поражение? Нужно, чтобы тот, кому ты проиграл, выиграл всех остальных. А тогда получается, что ты... Ты проиграл снижей. У нас не было просто, да. В команде. Правильно. Но мы уже проиграем с честью, и народ будет ценить нас. Отличная идея. Ой. Ладно, люди, пошли. А? Скоро мы будем знаменитые. А как же эти червяки? Это гусеницы. Они не будут есть вас. Вы же не водоросли. Ой. А-а-а-а. Прежде чем уйду, я должен решить один вопрос. Куда ты опять собрался? Опять в плаще полуголый. А-а-а. 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 Надеюсь, ничего не сломала мисс Уэй? Я... Нет. Ты дочь Дона Уэя, не так ли? Да, верно. Но как-то узнал об этом. Интуиция гонщика. На маму похожа. И потом, твоя гонка со спиритом. А он знает? Я ничего не сказал Дону. Но я думаю, он догадывается. Все это не так просто. Не знаю, готова ли я открыться ему. Я думаю, ты сама должна решить, как тебе поступить с твоим отцом. Это твое дело. Но прежде всего, ты должна поладить с собой. Иначе ты никогда не станешь ни пилотом, ни человеком. Я попробую, но я ничего не могу обещать. Это я и хотел услышать. Орик. Спасибо тебе. Куда они ведут нас? Идемте, люди. Они займ на гусени захватаются. Нам надо сюда. Стэн, мне не нравится это место. Выглядит подозрительно. Наверное, они сбрасывают сюда тела. Что? Идемте, люди. Здесь вы найдете то, что надо. Сколько угодно. Там торговец из Резидента. Да-да-да. Похожий на его лачу. Стэн, я всегда восторгался твоей работой. Ты был отличным механиком. По моему сигналу, беги. Которые напряглись, конечно. Сейчас как-то... Конечно, я бы тоже напряглась. Ну и ты не механик на другой планете. Угу. Они такие по классике жанры из кармана достают перцовку. Идем... Убегаем. Прикрою тебя. Нет, это была моя вина. Я прикрою тебя. Чуть не упал. Кладбище, корабли, наверное, да, разрушено. Это кладбище кораблей. Да прям один в один. Получается, я... Сценаристы же ушло. Мне просто спрашивали, как назвать это место в интервью. Я такой, ну давайте кладбище, корабли. Они такие... Ну давайте, вот, соответственно, видишь, послушали меня. Повезло, повезло. Сюда, люди. То есть, они, как они сказали, они еще огонь не придумали на этой планете, но зато придумали, как разбирать корабли и строить из них свои. Да, вон, дрели, видишь. Типа металлоломы. Где находятся старые корабли? Штарики запрещают нам использовать технику. Но эти могут пойти в дело. Они позволяют нам использовать их, но только, чтобы они и не видели. Вы знаете, мы строим звездный корабль. Этот продолжает недоверчиво ко всему миру относиться. Правильно. Кому доверять? Смотри, так он получается... Блин, такой момент. Смешно, давай, я перемотаю. Он типа шторку косплейт или шторка косплейт его, понимаешь? Типа он в полоску, она в полоску. Что-то не был так весел. Вначале. Про его причетку. Смешно. Доброе утро, сэр. Расскажешь? Доброе утро, сэр. Нет, конечно. Сэр, мне надо кое-что сказать вам. Отлично. Потому что я тоже собирался поговорить с тобой. Наши отношения всегда были очень напряженными, верно? Ну, как обычно, тут опять-таки, дело не в тебе, дело во мне, нам нужно разойти. Вы дали очень точное определение, сэр. Они были трудными, но я должна сказать... Предстартовое напряжение не оправдывает меня, Молли. Ну-ка, скажи, что это ты. А какие у вас могут быть проблемы с вашей дочерью? Это трудный вопрос. К сожалению, я не мог видеться с ней столько, сколько хотелось бы. Что? А? Это все, что вы хотите сказать? А что дальше? Вы увидите с ней, когда вернетесь на Землю? А, не могу сказать. Мы очень долго не виделись. Боюсь, что уже поздно. Жизнь не прощает нам наших ошибок. Гениально. А? Как тебе, Вумов? Я с ней как бы... Он хочет вернуться, чтобы наладить отношения. Нет. А что? Ну... Он уже сказал, я хочу на Землю. Хочу на Землю, чтобы с ней не видеться. Ага. Да. Он такой, ну типа, уже поздно с ней видеться. Вот я с ней 15 лет не виделся, она уже забыла, кто я такой. Поэтому, ну все, как бы не вернуть этот путь. А я думаю, он наоборот хочет восстановить с ней отношения. Нет, нет, нет. Вот поэтому Молли тоже возмущается. Он типа такой, знаешь, как это двояко. Он такой, надо на Землю, я перекладываю на тебя. При всем при этом, типа, из-за того, что я перекладываю на тебя, я вспоминаю ее. Поэтому я бы хотел вообще не видеться с ней дольше, чем можно было. Поэтому я постараюсь типа это растянуть как можно дольше. Потому что уже поздно. Я думаю, гениальный муж. То есть ты кинула ребенка на 15 лет, а потом такой, когда появилась, типа, возможность, такой, ну не. Уже поздно. Уже поздно, можно еще на 15 лет отложить. Я же сказал, я извиняюсь. А ты, Молли, что ты хотела сказать мне? Ну-ка, дай мне. Абсолютно ничего. Скажи, мудак. Вы, может быть, самый лучший командир, но как отец вы просто ноль. Вот-вот. Молли, это не так просто, как кажется. Если бы я была вашей дочерью, я бы никогда не захотела видеться с вами. Вернись сейчас же. Ну, это, конечно, погорячилось. Он и так у него шиза уже, он говорит, не хочу видеться с дочкой, а ты говоришь, я не хочу с тобой видеться. И он подумает, блин, а если дочка моя тоже не хочет видеться, тогда я сделаю ей подарок и никогда к ней не приду. Это будет гениально от него. Ага. Эй, Молли, стой! Что произошло? А, наверное, Дон Вэй опять читал тебе лекцию, верно? Знаешь, я не хочу говорить об этом. Ага. О, гурка. Чат. Чат. На старт вызывается раш с планеты Байрос и Торос, полковник империи Кругов. Ну, дед был веселый. Это кальянщик и вот этот вот... Нет, кальянщик уже выбыл, вообще-то в самом начале, это было первым, когда он выбыл. Это который... Который их пополам разрезал, самый первый. Опасный, это враг, который на земле на них напал еще. Торос, поняла, с кем они воевали. И доктор Редман. Ну, короче, как говорится, жаль этого добричка. Доктор Редман был... Почему? Ну, потому шансов нет, мне кажется. Мне кажется, без шансов практически. Какая ты лягуха? Я какая? Да. Ну, вот левая. Почему? Она самая веселая. А я пациенту. Вот. И соответственно... А ты тогда справа. Почему справа, если слева? Да не ты. А, ты справа. Ты справа. Мы втроем сидим. Нифига смотрим с тобой вот прям мать в реальном эфире. Я, Аня и ты. Вот так вот классно мы проводим время. Так вот. Слишком у этого... У этого чувака слишком мощный корабль. Мне кажется, он и этого с половиной ты без шансов. Короче, деда, деда в гноб землю в гнобит. Он раньше времени сдаётся, я считаю. Нет, дед не сдаётся. Ты сдайся. Я да. Давай, Раш, вперёд. Покажи этим кругом. Если я не могу изменить тебя, отец, то это сделает почётный. Изменить. Отпусти. Отпусти. Что-нибудь изменить. Отпусти. Мне не стать без твоей руки. Сердце. Выключился. И опять мы будем монтировать. И опять нет. И три белых коня, и три белых коня. И декабрь, и варь, и февраль. Да, они решили поскучиться к нам. Крис, я выиграю эту гонку, и я верну её обратно. Вот увидишь. Мы опять будем вместе. Ты, я, и мама. Все у мороженка. Так, ты кто такой? Ну-ка ушёл. Фотограф. Ладно, фотограф может быть. Слишком большой чемодан для фотографии одной. Типа знаешь, как у Кощей Бессмертного боегла в яйце, у него фотография там в чём-нибудь, в мешке, мешок в чём? Ну пусть будет в коробке, коробка в ящике, ящик в сейфе, сейф в сундуке. В банке. Царя опять по подземельям шляться. Нет, я не понимаю, как вообще можно ходить вот так вот, 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 типа, пальтишко на голову. Бус, погойся, ему есть что показать. Ну вот, или что, ахо, он вообще думает о том, что он может заболеть. Это неправильно. У него плащ. Вот именно что, а если у тебя тело под грязно, сейчас сразу крутка санкерзла. Он чистенький. Какой чё? Он, посмотри, где шиляется, у него там всё покапает, вот эта грязь всякая, непонятно чё, мошки, комары, уже все его покусали. Чё придумываешь? Тебе надо на день рождения футболку подарить, ты понял? Опа, медитирует, шаманка. Ты пришёл ко мне за помощью, человек. Да, ты и есть шаман? Ты хочешь помочь своему другу? Девочки, её зовут Ева. Вообще-то её зовут Молли, хотя, кто знает. А это имеет значение? А может ты сначала покажешь мне камень, который держишь в кармане? Что ты можешь сказать не об этом значим? Всезнающий. Да там на самом деле, вот это вот, знаете, та самая гадалка, которая к вам подходит, он начинает гадать. У него просто из кармана камень уже висел, он видел его, он такой, камень. А Ева, как он узнал? Ань, тут как бы с планеты Земли, в принципе, мало людей. У него был шанс, наверное, 20% угадать правильное имя. Ева. Не Молли он сказал, а Ева. Ну да. Да, ну угадал. Он уже забыл, как главную героиню зовут там. В нём заключён злой дух. Твоя просьба очень серьёзно. Ты уверен, что готов заплатить за своё желание? Да, я готов. Эта штука разрушила мой корабль. Молли Ева, как там её звать? Она может стать следующей жертвой. Почётный приз стал предметом зависти. Я знаю, многие готовы на всё, чтобы заволодеть им. Дай свою руку. Я покажу тебе то, что ты ищешь. Так, сейчас откроется. Правда. Это саргоник. Я думал, этого металла уже не оставайся. А смотри, не может разрубить слишком толстый. Наконец-то он проучит этих крогов. Правильно, давай, ломай. Ничего не получится, Торос. Я здесь не один. Весь Байвер слетит со мной. Цивилизация крогов пришла на помощь вашей жалкой планете. Кроги испортили наши реки. Разрушили наши города. Ничего не оставили. Даже, да, ты видишь, нет, даже стоматологов всех уничтожили. У него сколько зубов не хватает. Всё из-за вас, Кроги. Всё не хватает. У него достаточно зубов. Они даже ровно стоят друг на друге. Специально щели, да? Генетический код такой. Ну ладно. Но всё равно стоматологов они тоже уничтожили. Чтоб ты тоже записался. Если я выиграю почётный приз, я уничтожу все ваши деяния. А тебе известно, что именно я привёл войска Крогов на Пайрос. Ты? Нет. Это невозможно. Ой, сейчас психанёт, смотри за этого. Ну не психуй, дед. Ну нормально же летел. Ну дед. Что он делает? У него же преимущество. Раш, не сдавайся. Давай раш. Простите, братья мои, простите. Но я не могу отпустить его. Твой миролюбивый народ не сумел защитить себя. И ты ничего не сможешь. Может быть. Он сейчас воспользуется этим. Выходи, Торрес. Давай сразимся. Если не струсишь. Это твоя последняя ошибка. Нет, только не убивайте его. Раш, нет! Не, ну дед, ну нормально же, а надо было попустить его. А это что делать? В мир духов попал. Он аватар. Мои берлоги. Ты вызвал меня. Кто? Кто говорит со мной? У меня много имен. Я властитель чистоты, который не терпит отклонений. Я Каналетто, свергнутый с законного трона. Я бесконечность. Я жду, когда разрушится старый мир. Сумасшедший! Уйди прочь! Оставь нас! Почему ты командуешь мной? Ты просто жалкая пешка в моей большой игре. Теперь убирайся. Ты больше не нужен мне. Ты молча была. А ты? Что? Ты что-нибудь понял? Да. Что понял? Каналетто. И все. Свергнутый про проститель, правитель. Которая является бесконечностью и ждет время до своего выхода. Это зло какое-то? Мне кажется, он такой огромный. Мне кажется, это противостояние аватару. Мне кажется, это бывший аватар. Это бывший аватар, который зазнался, который начал использовать силу во зло. Его свергли, отправили в бездну. И он пытается отомстить и выйти оттуда. А типа, сейчас другой аватар. Вот он всякий поздний против настроения. Но это пока что я так думаю. То, что кажется, он злой какой-то. Да, я думал, он добрый по нему. А вот там единороги скакали. Ты не видела, что ли? Ватные эти были. Сладкая ватка там была. Клоуны. Нет? Так, кирку отдал быстро. Кирку. Кирку. Да хватит. Ну, дед, ну, жив же, да, дед? Дед жив. Да не. Да жив. Раш! Ты слышишь меня? Раш! Раш! Крепкий. Держись, Раш. Сейчас мы поможем тебе. Даже зубы все на месте, смотри. Неплохое вышло шоу, верно? Сегодня ты был молодцом. Помолчи. Надо отдохнуть. Для меня гонки закончились. Я не выполнил волю моего народа. Просто психанул зря. А почему ты хотел завоевать почетный приз? Кроги разрушили мою прекрасную планету Байрос, и я хотел вернуть ей былую славу. А если честно, то больше всего я хотел отомстить. Подожди, друг. Если я выиграю Раш, я обязательно восстановлю твою планету. Ты очень добрая, Болли, но я не могу принять это. Мой народ сумеет сам восстановить планету Байрос. Это наша главная задача. Если у тебя чистые помыслы, ты завоюешь почетный приз. Я уверен. Все, мы готовы. Забери все силы и получи приз. Так много драмы в последней серии, да? В этой. В той тоже. В этой вообще милю. В маму. Ты нашел, что искал? Так тебе виднее, ты шаманка. Я не помню. Я ничего не помню. Что там, детали нашли классные? Не теряйте сэро времени. Чем мы отплатим вам? Своюйте приз. Это все, что надо. Нормально, повезло. Повезло, что они все дали. Прощайте, люди, прощайте. Желаем удачи. Очень добрая серия. Очень тяжелая серия. Почему у нас такие разные? С тобой. Да, очень тяжело. Она очень драматичная. Тут Молли с отцом поругались. Там у этот, как у деда, короче, избили тоже. Он врезался и вообще зря психанул. И проиграл этому кругу. И не знаю, все такое тяжело. Зато Молли пообещала ему, говорит, если я в игру, я обязательно восстановлю твою планету. Он такой, да нет, не надо, спасибо тебе. Ну, это мило, но это все равно тяжело. Это очень мило, тяжело, я согласна. Но вот эти ребята, которые проиграли планете Земля, они помогли нашим механикам, отвели их на кладбище кораблей, чтобы те нашли оборудование. Да, у них были свои мотивы, но все равно. Это очень добрая серия, где с тобой помогли. Самое главное, что мы узнали какого-то нового, видимо, злодея. Точнее, Рик нам показал. Рик, конечно, сам уже проснулся, ничего не помнит. Возможно, когда-нибудь вспомнит. Может быть, что-нибудь. Интересно, на самом деле, что это за чувак. Потому что вот как будто бы дальше вот этих серий, как будто бы на Jetix уже не показывали. Ты не помнишь, да? Типа, нет, там что-то было, я смотрел. Вообще не помню, что там кого, кто это вообще такой. Будет ли вообще о нем что-то рассказываться, но по идее должно. Мне кажется, это вот какой-нибудь заклятый враг-аватар. Должно быть что-то такое. И почему он решил именно корабль Рико подорвать. Типа, чуть ли не в первой гонке. Что планета Земля сделала такого, тоже непонятно. Вот, а так пока будто бы... Это очень милая, хорошая серия. Мне понравилась. Да, тяжелая. Тяжелая серия. Милая и тяжелая. Смотрим мы на эту серию по-разному. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк. Оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в телеграмму, там общение нонс. Подписывайся на бустер, а не доступ к эксклюзиву. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.